всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале о вязании сегодня у нас будет виза влог одного дня сегодня уже кстати 27 апреля суббота обычно я выпускаю видео по понедельникам но так как следующий понедельник выходной я решила все отснять сегодня плюс есть у меня причина скажем так сделать это видео пораньше я запустила как всегда неожиданно скидку 50 процентов на все мастер-классы честно скажу как-то не думала даже об этом а вчера вечером мне пришла мысль в голову а почему бы и нет праздничные дни может кому-то что-то приглянется и будет полезным распродажи я запускаю не так уж часто поэтому в группе вконтакте вы можете перейти и в разделе товары найти все мастер-классы до 1 мая включительно можно приобрести со скидкой 50 процентов любой мастер-класс на бусте я скидку не делаю там это как-то все проблематично менять на все товары скажем так цену поэтому если вдруг вы из другой страны и вам нужно купить через бусти пишите мне в личку там можно будет отправить донатом и я вам на почту пришлю мастер-классы какие вам будут нужны ну то есть не по отдельности каждый мастер-класс покупать там да а просто отправить донат и я на почту вышлю мастер-классы но сначала напишите мне в личку чтобы я знала от кого что нужно чтобы мы с вами нигде ничего не запутались и не потерялись а так в группе вконтакте в товарах там можно все все мастер-классы найти и скорее всего после первого мая я на время сниму с продажи первые мастер-классы на комфортеры то есть это будет комфортер зайка комфортер мишка львенок тигренок может быть даже сниму пока с продажи единорожку и дракошу я хочу в них кое-что поменять но возможно я не буду сразу все убирать а буду делать это постепенно я еще не решила но вот имейте ввиду что после первого мая какое-то время часть мастер-классов будет недоступным так это то что касается распродажи ссылочки в описании под видео нажимаете кнопочку еще и там все все ссылки вся информация будет дальше кто смотрит мой канал регулярно наверное уже видели что у меня вышел бесплатный мастер-класс вот на этого зайку я за эту неделю прям ударно я считаю поработала и даже выпустила мастер-класс наконец-то давно обещанный мастер-класс есть видео формате и есть в описании то есть описание в текстовом формате кому проще вязать по описанию ради бога переходите также на цены скриньте вяжите по описанию потому что я сама больше люблю вязать по описанию мне не нравится сидеть ждать видео когда там кто-то что-то посчитает расскажет что же делать дальше поэтому если есть возможность вязать по описанию я сама всегда вижу по описанию а видео могу подглядеть там если вдруг какие-то непонятные моменты бывают ну вот если сложный мастер-класс но здесь ничего сложного абсолютно нет тут прям простейший простейший пришиваются только ушки сначала вяжутся ручки потом ножки в тело вывязывается ручки ввязываются голова в принципе это тот же зайка как и ладошечный зайка по схеме но я здесь увеличила ушки на один ряд чтобы ушка триколор у меня получилось по 4 ряда то есть здесь теперь в ушки 12 рядов они 11 как было и по-другому оформила мордочку то есть у меня тут теперь есть глазки 6 миллиметров и вот утяжка чтобы сформировались щечки но это опять же это вообще не проблема каждый делает по-своему ссылочки на мастер-класс под видео в описании там оставлю давайте ссылку на видео и ссылку на текстовое описание кому как понравится так это то что касается бесплатных мастер-классов а сейчас пойду наверное схожу за одной работой и за тетрадочкой и как раз подведем с вами итоги и недели и месяца так ну это можно назвать событием даже не года скорее последних пяти лет я начала вязать кардиган в общем я говорила вам про одно в итоге я все поменяла все мои предыдущие планы по кардигану регланом сверху вниз отменились я начала вязать его снизу причем совершенно другим рисунком собиралась вязать лицевую гладью а вижу полу патентной резинкой вообще вот вот это лицевая сторона полу патентной резинки но мне больше нравится как получается вот здесь ну как то она конечно и здесь красиво в общем я еще не решила что у меня будет передом что мне будет задом вернее что будет лицом а что будет изнанкой но проблема в том что вот эта резинка полу патентная вы считаете она есть пряжа наверное в два раза больше чем обычно потому что вяжется через ряд может быть конечно не в два раза больше но в любом случае больше я вот собираюсь связать 1 моточек замерить сколько у меня получилось потому что кардиган я хочу себе длинненький довольно таки чтобы он был между где-то до середины колена посчитаю сколько мне нужно пряжи после того как извяжу этот моток и посмотрю скорее всего придется заказывать и боюсь что уже до поездки до 8 мая я его сделать не успею хотя конечно сейчас я вот его начала и я все свободное время вижу кардиган я не могу остановиться мне безумно нравится этот процесс мне безумно нравится работа спицами я прям вот кайфую ничего не могу сказать я кайфую я очень давно не вязала спицами ну не считая пинеток особенно таких вот больших вещей и я как и раньше вяжу все по наитию я не делаю расчеты небольшой образец свяжу там примерно сколько нужно петель я как-то вот всегда вязала большие плечевые изделия без расчетов не знаю как у меня это получалось но тем не менее они мне подходили и мне и детям были по размеру редко мне прям что-то сильно приходилось перевязывать и я вот эти вот когда смотришь мастер-классы там там такие замудренные расчеты этих изделий плечевых ну там не вообще запутаться это просто на раз-два а если покупать готовый мастер-класс чтобы уже именно под какое-то изделие именно определенной пряжи как мастер-классе все равно не получится так как мастер-классе потому что плотность другая ты не можешь набрать столько же петель как там тебе все равно нужно пересчитывать переделывать ну в общем я как-то все это проще делаю посмотрим что получится в этот раз ну вроде бы пока неплохо получается я начала вязать снизу у меня сразу вяжется спинка и обе полочки рисунок этот хорошо тянется после того как он будет постиран пройдет в то он расправиться и тогда уже я думаю что все будет хорошо может быть конечно что-то я где-то на косячу но думаю что все будет хорошо осталось вязать 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 вот сейчас идет самое неинтересное это вязать в высоту но я же говорю меня прям захватила я вижу не могу остановиться нет бы заниматься мастер-классом на игрушку я вижу вот это мое событие года что наконец-то я начала вязать но сейчас смотрю вроде и лицевая часть неплохо смотрится ну ладно я еще подумаю там конечно с планкой тогда косяк будет потому что планка тоже вывязывается сразу вытянутыми петлями ну ладно посмотрим так ну давайте наверно покажу готовые работы и тогда запишем все в тетрадочку готовых работ у меня не так уж и много я связала заказик вернее довязала вторую часть заказе к это жирафик с листочками погремушка ушки шуршалки и грызуночек жирафик это мой платный мастер-класс вот эта шуршалочка это бесплатный мастер-класс есть на канале ну грызунок он и есть грызунок заметила что вот я в мастер-классе делала на погремушку жирафика два вида листиков вот такие двойные там есть описание как вяжу но я здесь как-то видео рассказывала как я вижу двойные листики в каком-то из видео прям в начале я такой маленький экспресс мастер-класс сделала не могу сейчас сказать точно в каком месяца два назад наверное это было может чуть больше и и мастер-класс я включила эти два листика и включила листок клевер вот все равно заказывают хотя вот мне клевер очень нравится он такой аккуратненький получился плюс на комфортере жирафики красиво смотрится клевер но заказывают все время вот с этими двумя листочками прям нравится покупателям как это все смотрится и и вот опять заказик во первых у меня уже был набор точно в таких же цветах я его делала на наличие и у меня его забрали какое-то время назад сейчас заказали вот именно точно в таких же цветах в общем я решила тот комфортер погремушка который у меня с клевером переделать листики за готовую работу мы это не считаем я вот так вот сделала вот сюда добавила листик ну точно такой же как и на погремушке только один ну мне больше нравится когда вот на комфортере именно как смотрелся клевер она более нежно что ли смотрелось и на погремушку я тоже переделала сделала два листочка клевер убрала сделала два листочка потому что с клевером вот не хотят хотят с двумя листиками такими ну это не считаем опять же за готовую работу это я просто немножко переделал на полчаса ну ладно на час делал было три листика связать оформить и пришить и еще в этот же заказ у меня тут еще львята будут давайте покажу который я вам показывала в прошлом видео связаны вот он примерно получается в оде в одних оттенках весь заказик к львятам вот эти вот листики красивые ну подходит скажем так и погремушка морковка погремушка конечно чуток выбивается но опять же тоже зелень есть но она такая заводная интересная подмигивающая и хорошо гремит вот это заказик так но это я не вязала сейчас давайте уберем и конечно же я работала над мастер-классом на своих морских жителей я если честно уже не помню кого я вам показывала на прошлой неделе а сейчас нет я не записывала в общем покажу вам всю свою банду на данный момент так вот это точно было ой кстати девчата меня уже даже обвинили в том что мастер-класс на такую звезду давно есть бы не собиралась никому америку открывать эти все мини игрушки мне нужны для одной большой игрушки поэтому я не спорю может быть такие мастер-классы но как опять же как они могут быть такие у всех разный размер и так далее даже я эту звезду переделывала несколько раз чтобы уменьшать себе размер потому что она была большой я бы ее еще уменьшила ну тут уж куда дальше что уменьшать ну в общем уже меня обвинили что такой мастер-класс давно есть хорошо без проблем ищите такой мастер-класс который есть вяжите по нему я никого не заставляю вязать по моему мастер-классу на зайчиков мишек жира кификов тоже есть полно мастер-классов но тем не менее каждый мастер может вязать по-своему и совершенно другая схема несмотря на то что все зайчики идут с ушами все мишки идут тоже с ушами с головами и так далее так дальше вот я не вот это тоже точно был вот кстати тоже что вот на таких подобных осьминожек нет мастер-классов тоже да полно почему тогда про осьминожку не написали а про звезду написали осьминожка тоже была вот крабик не помню мне кажется тоже он уже был наверное был да сейчас аж достану пересмотрю да крабик точно был вспомнила фотографии у меня там две звезды осьминожка и крабик значит кого я еще связала я связала морского конька тоже ну так тяжело связать вот такую малю пусечку большого связать проще чем маленького дальше я связала вот такую малышку черепашку веселенькую очень мне понравилось как получилось еще стоит вот здесь на нато ей брюшка кстати вот знаете что делать чтобы игрушки стояли нужно вот эту часть игрушки внизу как бы втянуть сделать утяжку чтобы она вниз была во внутрь и было и тогда игрушка будет стоять и рыбку тоже не знаю как она называется эта рыбка просто делала чтобы по цвету были яркие разные цвета получается в принципе довольно таки разнообразие цветов есть и зеленые коричневые голубой и желтые красные оранжевый в общем такая яркая компашка получилась еще у меня спрашивали а будут ли ракушки в принципе я подумала почему бы и нет и даже одну ракушку я начала вязать нет у меня сейчас под рукой ладно она все равно еще не доделанная вяжу ракушку по тому принципу как вот вязала у улитки домик который наверх одевался помните да у меня была такая странная деталь вытянута с одной стороны в принципе я подумала что наверное все эти ракушки также и вяжутся то есть вяжется такая длинная деталь треугольная потом сшивается и закручивается но я ее еще только начала вязать не доделала уже покажу в следующем видео и я начала вязать главную игрушку которая объединит все эти игрушки но пока вам ее показывать не буду потому что если покажу вы уже поймете что это сразу поймете там уже примерно половина связано но пусть чуть-чуть побудет еще интригой скажем так вот такое у меня морское семейство давайте теперь запишем готовые работы за эту неделю больше вроде бы ничего и не вязала вроде бы да запишем готовые работы и подведем итоги месяца потому что сегодня уже двадцать седьмое не вижу смысла оставлять уже начнется с первого числа следующие как бы месяц и будем уже дальше все остальное в мае отправлять ну тут готовых работ не предвидится так давайте начнем вот с этого зайку на который вышел мастер-класс плюс 1 дальше набор жирафики набор жирафы три штуки раз-два-три три штуки дальше вот здесь четыре у меня было еще звездочка одна есть в наличии и запишем из готовых еще плюс три вот кстати не знаю делать на рыбке белые вот эти вот отметинки скажем так или не делать потому что вообще по задумке у меня на всем должны быть эти отметинки чтоб это смотрелось одним единым набором ну подумающим может быть наверное попробую посмотрю как это будет выглядеть в общем еще плюс три где где вот морские обитатели плюс три вроде бы все ну и давайте подведем итоги месяца итога так вот апрель осьминожка раз два три четыре пять шесть семь плюс четыре одиннадцать восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать плюс три три двадцать ну да двадцать два двадцать три игрушки ну из них часть маленьких но все равно неплохо будем считать что неплохо в мае пол месяца мая праздники выходные прогулки поездки поэтому не думаю что будет у меня лучший месяц по игрушкам но я в принципе и собиралась марафонов повязать на наличие а потом уже больше заниматься там плечевыми изделиями мастер-классами и так далее все будем на этом заканчивать спасибо всем большое за просмотр и надеюсь я ничего не забыла то что хотела вам рассказать благодарна за ваши адекватные комментарии я всегда хорошо воспринимаю критику но критика не всегда бывает адекватный благодарю вас за комментарии за ваши лайки за подписки пока 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 Продолжение следует...